Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. И да, у нас закончился, ребята, турнир. И я все гуни 2 звезды, поэтому забираем наш реворд, заслуженный причем. Поехали, будем смотреть. Так, сюрикены 7000, так, 30 ДНК на Доктор Роквелл, 80 золотых осколков и 35 платиновых. Отлично! Отлично! Ну что же, а мы с вами начинаем все с самого начала, так как неделька у нас, ребята, началась заново, поэтому приступим. В магазин. Здесь я забрал. Задание, по-моему, у нас в откате, ребята. Фух, давайте, наверное, за осколочки подеремся, да? Тут у нас серебряные, так что быстренько с вами сейчас это все дело замутим. Так, волна одна из одного, но это и понятно, ребята, потому что здесь будет гигантский, да-да, именно Бакстер. Ну что же, мы его сейчас быстренько закумарим. Спасибо тебе большое за серебряные осколки, но мало нам, да, ребят? Поэтому мы сейчас сделаем с вами так. Заберем еще у него 16 серебряных осколков, потом 8 золотых и уже пойдем, наверное, с вами на лигу. Сегодня будем начинать, опять же, с лиги. Посмотрим, какие у нас задания будут ежедневные, точнее, еженедельные. Ну, в общем, события, короче. Так, давайте-ка мы быстренько сейчас его закумарим. Он тут что-то выеживается. Вот так ему с вертушки. Тыч! Опс, не пробили. А вот так вот в самый раз. Кстати, да, ребята, я получил левел, и теперь у меня 98-й, а был 97-й. Так что осталось совсем немножечко, и мы с вами станем сотого уровня. И будет все вообще замечательно. Ну что же, давайте поборемся вот за эти 8 золотых осколков, ребята, и, пожалуй, будем отправляться. Так, я поставлю здесь на автобой, чтобы долго вас не томить. Сейчас они быстренько закумарят его. И пойдем, как говорится. Кстати, надо посмотреть, кто у нас на этой неделе будет разыгрываться. Так, ну что вы там тютюкайтесь? Давайте по-быстренькам. Да какая, блин, провокация? Ну, пожалуйста. Ну, Рафаэль, зачем? Ой, ни к чему это все было, если честно. Ну все, по удару каждый делает и отправяет его в нокаут. Да, ребят. Все, замечательно. Мы с вами забираем 8 золотых осколков. Кстати, да, сегодня, ребят, мы с вами получим нового персонажа. А кто догадается, какого, а? У вас есть буквально несколько секунд, чтобы сделать ставочки. А я вам в этот момент покажу, кто. Ёлки-палки, да еще и доктор Роквелл у нас открывается. Ну, на самом деле, я имел в виду, естественно, Усаги Едзимбо. Именно на него я накопил ДНК, и сегодня мы его открываем. Ну, а то, что еще и доктор Роквелл у нас открывается, так это двойная для меня, ребята, радость. Ну что ж, поехали. Нанимаем. Вау. Крутой кролик у нас появляется. Ну, и давайте почитаем, что у него здесь есть. Меч Сакая. Усаги сокрушает врага с помощью обратного Кеси Гири. Хе-хе, вероятность здесь процентов блокирует способность на один ход. Понятно. Кролик Бусидо. Усаги показывает путь воина с помощью Клинка. Вероятность 15% месть на один ход. Интересно, а что значит месть? Хм, ладно, посмотрим. Милостью Бесямона. Усаги призывает бога войны и защиты для обороны своих союзников. Улучшает защиту союзников на 50% в течение одного хода. У 10% союзников появляется контр-атака. Хм, вот это круто, я вам скажу. У нас с вами 24 тысячи мутагены. Мы можем его, ребят, немножко прокачать. Так, до какого? До 20-го, наверное, уровня, да? Вау, даже можем дальше качать. Ну, давай до 30-го. До 30-го прокачаем. Ого, даже до 35-го. Блин, да что такое 36-й? Ладно, ребят, 36-й уровень. А может быть до 40-го тогда? Все. 40-й левел он имеет. И мы, кстати, можем ему, ребят, прокачать даже способности. Ну, давайте, наверное, милостью Бесямона прокачаем. 50 мутагена мы потратим. Получаем с вами вторую ступень. И еще, я думаю, надо потратить. Так, третья ступень. И четвертую даже можем. Ёлки-пот, ребята, у меня мутагена на это не хватит. Смотрите, я дальше могу прокачивать. Слушайте, ну это же круто. Давайте тогда, наверное, кролика Бусидо прокачаем. Раз уж такая возможность выпадает нам, а? Ты посмотри. Не ожидал. Я просто 750 мутагена тратим. Так, ну что же. Скролик Бусидо покончено. У нас еще есть меч Сакая. Давай это прокачаем. Почему бы и нет? Ага, и еще один. Все, ребята, третья ступень у нас. Но мы можем дальше прокачивать. Единственное, чего нам не хватает, это мутагена. Ну, и, как говорится, открываем с вами еще и роквела. Ну что же, доктор, добро пожаловать. Танцульки здесь такие. И, ребята, у него две способности. Дай банан. Роквелл ударяет врага по щеке. С вероятностью 15% союзники класса техника получают скорость на один ход. В плюсе. И горе от ума. Роквелл. Роквелл давит врага интеллектом. Вероятность 25% блокирует способность на один ход. Вот так вот. Но, к сожалению, я не могу. А, вообще-то, наверное, если мы прокачаем его. Но, опять же, у нас, ребята, не хватает мутагена. Ну что же, это, я считаю, неплохо. У нас сегодня появилось два новых бойца. Так, а что такое змейковьюн тут у нас показывает? Смотрите-ка. Мы можем, ребята, ему прокачать атака стручками. Но, опять же, все дело в мутагене. Нет его у нас. Ну что же, будем зарабатывать. А поэтому отправляемся с вами сразу же на турнир. И будет у нас разыгрываться Бибоп. Ну-ка. Бибоп. Кстати, этот персонаж тоже нам очень нужен. Мне он нравится, в принципе, ребята. У него неплохая боевка. Так, дайте-ка я посмотрю, сколько вообще у меня ДНК есть на него. И сколько нам примерно нужно, чтобы его прапать. Так, где же ты у нас, а? Бибоп, покажись. Я ведь помню, что где-то... Ага, вот, смотрите, ребята. 32 ДНК у нас уже есть. Нам нужно 50. Ну, грубо говоря, 48 для того, чтобы сделать его 4-звездочным. Хм. Это немало, конечно. Это немало. Ну, то есть, я хочу сказать, ребята, что мы даже если пройдем с вами на 2 звезды в Сегуне турнирную арену, вряд ли у нас получится его прапать. Ну что же, а мы с вами приступаем. И начнем, пожалуй-ка мы... Ха-ха. Да вот с этих вот, ребята, начнем. Да? Бежим в самый конец. И... Так, подожди-ка. Роквелл 3 уровня. Так, не канает. Давай начнем, пожалуй, вот с этих тогда, ребятулик. Да? И в бой. Фух. Ребята, неделя только началась, да? Откат только произошел. Поэтому быстренько с вами сейчас должны здесь пройти. Давай-ка начнем, пожалуй, с бомбочки. Ну, я также могу сказать вам следующее. Как быстро мы взлетим, так быстро нас могут и, как говорится, понизить. Так, подожди-ка. Ну, что ты, Лео, делаешь, елки-палки, а? Всю мазу мне испортил. Ну, давай, добивать его, наверное, да? И... Все, Леонардо у нас упал. Остался лишь Макман. Ну, Макману здесь, как говорится, недолго тусоваться. Что ты? Что ты своей ножкой кривой тут бьешь? Все, ребят. Распластался он. Ну, а мы с вами переходим на следующий бой. Я надеюсь, у нас... Сразу перепрыгнем мы. Ну, давай, хорош вот уже оттабить. Так, воин. Да, ребята, воин две звезды. Приступаем. Так, и смотрим, ребят. Нужно нам... Да, давай вот с этих вот начнем. Так, 17 уровень, да, значит? Хм, 17 уровень. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Я думаю, эти ребятушки должны у меня справиться. Тут у меня кто? Леонардо Космос, да? Рафаэль Космос. И Бибоп. Так, и приступим, пожалуй, мы с Бакстера. Не упал, смотри-ка. Ладно. А если мы сделаем вот так? Да чтоб тебя. Ну, а так, если... Есть, ребята. Он упал. Так, ага. Из пулеметика. Ну, все. Будем теперь, ребята, мстить им. Давай, Бибоп. Задай, как говорится, перцу. А если мы вот так вот сделаем? Поджарим его маленько. Сразу упадет или нет? Есть, он упал. Ну что? Ванюша. Придется получить тебе люлей. Да-да. Именно от нас. Да что ж такое-то. Стоит. И... Да-да. Именно так. Ребята, он упал. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Так, я надеюсь, воин три звезды или как? Ну? Да, воин три звезды. Отлично. 88-я позиция у нас пока. Ну, это, ребята, вы сами понимаете, это разминка. Это самое начало. Это ни о чем даже не говорит. А выбирать я буду, наверное, вот этих вот. А это Саша у нас. Ну что же, Саша. Давай. 20-й уровень здесь максимальный. Поэтому нам нужно подготовиться. Берем вот этих вот ребятулик. У нас, кстати, блин, мутагена мало. Я просто хотел, ребят, прокачать рокула. Ну, хотя бы до уровня 20-го. Ё-моё. Ну, для этого мне нужен мутаген. А у меня его нету. Угу. Смотри-ка, начали первыми ходить. Ну, мы, пожалуй, начнем с вами с Кирби. Ты, дичь. Смотри, не попали, ребят. Точнее, попали, но не смогли его завалить сразу же. И нам нужно здесь убирать, наверное, Криса. В первую очередь, да? Не получилось. А если вот так вот с разбега? Бумс. Нокаутировали мы его. Так, Карайка, ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Давай-ка мы вот так вот. Тычь. Да чтоб тебя. Ну, а вот так вот. Должны, ребята, забомбить. Угу. И остается только Рафаэль здесь у нас. Но он один здесь ничего не сможет, мне кажется, сделать. Сейчас мы его, ребята, по-быстренькому закумарим. Хорош тут баловать уже. Да что ты будешь? Блин, какая же ты у меня слабенькая. А, Эйприл Кунаичи, надо тоже как-то ее прокачивать. Хм, а как нам это сделать, не знаю пока. Тем не менее, мы с вами продвигаемся. Далее. Ну. Элита. Одна звезда. Отлично. 91-я позиция. Уже, как говорится, ранг повыше. Соответственно, игра становится посложнее. И мы с вами начнем. Хм. Вот с этих вот. Да-да, именно с них, ребят. 26-й. Тут максимальный уровень. 26-й. Почему так быстро? Мы, наверное, возьмем с вами вот так, так, так и вот так. Ну, по порядочку, короче, всех. В общем, идем, как говорится, в ногу. Так-с. Ну, что же. С кого начать-то, я даже не знаю. По идее, с Рокзара нужно. Наверное, так и поступим с вами. Рокзар просто сейчас будет, больше чем уверен, вставать в стойку, в провокацию. Поэтому нам нужно его... Теперь он уже никуда не встанет. Мы ему блокировали эту способность. Так, отлично. Ну-ка. Шенигами добьешь? Добило. Молодец, красава. Теперь, я думаю, что надо брать Макмана в оборот. Ой, блин, я же хотел Макмана. Ну, ладно. Ух, а так даже лучше будет, мне кажется. Так, смотри, ребята, психует. Бумс, ударил Майка. Оу. Здоровица-то очень мало у нас, кстати. Давай-ка, наверное, захилимся. Маленечко, да? Замечательно. Добиваем Микеланджело. Так, а теперь будем, наверное, все-таки Макмана с вами бомбить. Если успеем. Аккуратненько надо действовать. Ну-ка. Слушай, у него, ребята, усиленная защита, как мы видим. А может быть, нам стоит забомбить вот эту вот черепашку, а? Он без усиления, как говорится. Шансов больше его подбомбить. Ну-ка себе. Не будем, как говорится, расслабляться. Ну. Сейчас, сейчас, не дай бог, добьет, ребята. Фу, он промазал. Ты представляешь? Он сделал свой плевок кислотный и промазал. Ха-ха. Ну что же, Макмана, ты, извини, сам подписался. Слушай, ну мы его бьем, бьем и никак не можем пробить. Что за дела, я не могу понять, а? Мы так не договаривались. С шенигами у меня, ребята, в инвиз ушла. Все, отлично. Он упал. Ну что, победа за нами. 464 мутагена мы получаем и переходим дальше. Так, элита, две звезды. Замечательно. В бой. И смотрим, ребят, кто у нас здесь. Хм. Слушайте, я, наверное, буду вот с ними разбираться. А это у нас Као. Ха. Ну давай Као. 29 уровень максимальный, да? Ну, выбираем. Погоди, погоди, погоди. Это перебор. 29-й. Значит, делаем так. Берем Кирби. Рокстеди. Возьмем уже Голового. Слушайте, нужно взять кого-нибудь посильнее и посерьезнее. Давай возьмем Пиццелицева, да? И, блин. Не проиграть бы. И давай возьмем, наверное, Усаги. Ха, почему бы нет? Я хочу посмотреть. Поехали. Усаги у меня еще не было. Я им не играл. Мне хочется посмотреть, как он себя будет вести. Начинаем. Так, а что бы лучше бы сделать-то? Я даже не знаю. Ну-ка, начнем, пожалуй, мы... Ну да, с Хана. Давай так вот сделаем. Хопа, неплохо, да? Он, ребята, бомбит. Он 41 уровня, правда. Так, замечательно. Добьем. Нет, не добили, но по всем, ребята, нанесли урон. Так, слушайте, мне это не нравится. Что они тут творят? Кожеголовый, бери на себя, как говорится, ответственность, провокация. И теперь бомбим по всем сразу же. Вот так вот. Хан упал. Замечательно. Так, надо нам, ребята, разобраться с Крисом. Ой, ну да, в принципе, с Крисом. Ну-ка. Рук соединения. Подведи меня, родной. Чуть-чуть не добила. Совсем немножко. Так, бросает бомбочку. Слушайте, нам нужно, ребята, захиляться еще, я думаю. Ага, вот, смотрим. Да, Криса как будто здесь и не бывало. Теперь хиляемся с вами. Замечательно. Так, отлично. Бомбим. Кого он сейчас будет? Ага, Кожеголовый. Смотрите, ребята, у нас контр-атаку делает Усаги. Вообще шикарно. Забомбили Эйприл. Давайте тогда уничтожим и Леонардо. Эй, не получилось. А если так? Шикарно. Так, ну что? Смотрите, ребята, он просто... За любую атаку он просто сразу же начинает контр-атаковать. Вот это круто, я вам скажу. Вообще замечательно. Я просто не думал, что он вот так вот будет действовать. 760, ребята, мутагена мы с вами получаем. И пока еще не перебрались. Но зато пятая позиция. Значит, еще один бой, и мы с вами приблизимся к смураям. И будем выбирать. Выбирать мы будем, наверное, вот этих вот ребятулик. Это у нас под знаком вопроса. Непонятно вообще, кто. Они все почему-то под знаком вопроса. 20, 31 уровень. Слушайте, ну это уж чересчур перебор. Возьмем, наверное, морозильную кошку с вами, да, на всякий случай. И вот этих ребятулик. Меня здесь очень смущает, ребята, Пит. Он слабенький. Кого нам взять, чтобы... Давай вот так вот попробуем. Я рассчитываю, знаете, что? Что Змей Кавюн сделает свою массовую атаку и сразу, наверное, положит. Ну, хотя бы нанесет колоссальный урон. Давай проверим. Ух, шик и блеск, ребята. Убираем отсюда мы с вами Криса. Угу. Давай теперь, наверное, мы уберем. Хотя лучше, наверное, Донателло, да? Нет, не получилось убрать. И сейчас они будут у нас тут атаками заниматься. Мощными причем. А если вот так вот мы сделаем с вами? Подожди. Так, ускорение у нас, да? Пробиваем. Черт, Доник, как же слабо. Ребят, они почему-то стали атаковать Змей Кавюна. В принципе, мне это выгодно. Потому что он у нас самый сильный. И он должен здесь справиться. Ага. Постепенный урон повесили. Я думаю, что он погибнет. И давайте уже будем разбирать Макмана. Ну-ка, Макман. Да что ж такое? Он крепкий, ребят. Да, Донни добил. И этот помирает. Но здесь очень хорошо, ребят. У нас получилось. Так что мы с вами двигаемся дальше. Естественно, с вами должны добраться до самураев, да? Подожди. Какие самураи? У нас еще элита три звезды. Что-то я совсем, ребятушки, забыл. Что мы с вами на элите еще пока находимся. Тем более, три звезды. Что это такое? Что это за Антон? Давайте, наверное, мы будем разбирать именно этого Антошу. Как вот он грязнули там. Или фото такое. В общем, давайте с ним разберемся. Интересно. Мне хотелось бы знать. Бывало ли такое, что кто-то смотрит мой видосик и видит самого себя, с кем я дерусь, ребят? То есть, своего персонажа. Если такое было, то напишите мне в комментариях. Было бы прикольно узнать, что такое, ребята, и есть. Ну что же, я думаю, вот такой состав у меня будет. Слушайте, по-моему, я переборщил. У меня 30-го уровня, а там 36-го. Это роковая была, наверное, моя ошибка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Слушайте, я даже не знаю. Ну, попробуем, наверное... Хм... Давай с... Нет, с Донателло нужно начинать. Он у нас хиллер. Ага, понятно. А если вот так вот? Не пробили. У них у всех, ребята, усиленная атака. У всех. Что, хиляет, да? Ну, естественно, он будет делать хил. Кого-то сейчас... Да, кого-то у нас, ребята, убили. Еще и массовая атака. Слушайте, блин. Ну, я, ребят, так и думал, что я просто волосюсь. Ну, давай, Лео. Жух, смертельная волна даже никому не нанесла урона. Мотагеноид 1 здесь, к сожалению, не справится. Поэтому здесь у меня сейчас кто-то, да, отдуплится. Уже второй персонаж падает. И я думаю, сейчас и третий упадет. Да. Что-то я сгоряча сделал не то. И об этом, ребята, я пожалел. Ой-ой-ой-ой. Мотагеноид, ты справишься, у меня один против этой толпы или нет? Наверное, нет, скорее всего. Смотрите, что тут происходит, ребят. Бумс, атакуют. Крис атакует. И это, наверное, добьет. Нет, не добьет. Ага, добил. Да, ребятули, в принципе, моя была вина. Моя была ошибка. Не подрасчитал я маленько. Думал, что выйду на одном мотагеноиде. Но этого не получилось. И, как видите, все мои ребята упали. За это я буду мстить жестоко. Лига самураев. Вот с них я начну, чтобы как можно быстрее пробиться вперед. Вот, как говорится, наверстать упущенное. И в этом случае мне поможет кто? Ребят, ну в данный момент мне поможет только Леонардо. Хотя мы можем взять и железную голову. Да, он здесь тоже, ребята, должен нам подсобить. Поехали. Бомбим. Проверяем. Упс, один кто-то выжил, да? Это у нас Донателло. Был. Все, вот так вот, ребят, мы с вами сейчас будем выбиваться вперед. Реализовывать своих малышей и продвигаться. Ну-ка. Да, мы с вами добрались все-таки до самураев. И я надеюсь, быстренько с вами продвинемся. Выбирать буду я, пожалуй, Симону. Да, буду выбирать Симону. Здесь мне надо взять Зека. Возьму Зека. 36 уровни. Блин. Раз, два, три. И возьму-ка я еще, пожалуй, Тигра. Вот так вот. Два массовика. Зек и Тигр. Кстати, да, ребят, я понял. И почитал ваши комментарии. Вы посоветовали мне Зека вообще убрать из основного состава, да? И брать с собой железную голову. Потому что он якобы эффективнее. Возможно. Но Зек делает, ребята, замедление. Вот в чем у него преимущество. Но посмотрим, посмотрим. Так, ну что, Самурай 2 звезды у нас уже есть. И мы продолжаем. Так, что у нас тут в магазине? Ух ты, колодочка откатилась. Вдруг так быстро, да? 32 пиццы, 70 сюриков и 6 долларов. Ничего, к сожалению, пока такого не дали нам хорошего. Ну да и ладно. А мы с вами продолжаем. Так, кого же нам взять? Лига Самураев. Три звезды. Давай вот этих, наверное, возьмем. Будем с ними работать. И возьму-ка я, пожалуй, здесь вот так. Нейтрализатор плюс Змея Карай. Я думаю, здесь должны справиться. Возьму еще Бакстера, на всякий случай, для подстраховки. И двух каких-нибудь малышей. Раз, два. Вот так вот. Должны мы здесь справиться. У нас массовые атаки сейчас будут идти. Так. Делаем крик души от Змеи Карай. Так. Ай-яй-яй, я думал, сейчас будет нейтрализатор ходить. Но нет. Нишиша. Ну давай, нейтрализатор, где твоя бомба? Блин. Сейчас захиляется. Он уже захилялся. И кого-то сейчас, мне кажется, у меня уронят. Если успеет, конечно. Сейчас каждую атаку сделает, да? Крис. Так, ладно. Теперь наша очередь, ребята, контр-атаковать. И это мы сделаем маузерами. Бумс! Да. Здесь нам повезло. Крупно очень. Ну что же. Не зря все-таки, да, я взял Бакстера на подстраховку. У нас все вышло замечательно. Ну что же. Самурай, три звезды, стопудово у нас будет. Это я вам как пить дать говорю. И выбираем вот этих вот. Погоди-ка. Лучше, наверное, вот здесь. Да. Кого же нам взять? Я возьму... Ну, естественно, ребята, мы берем с вами карайку. Паукуса. Я, наверное, возьму еще Шредера. Так, и двух малышей. Или же нам лучше малышей взять под Леонарда. Давайте мы, наверное, так и сделаем. А сюда возьмем еще сплинтера. И, пожалуй-ка... Кого же взять-то? Ну, давай, Леонарда. Поехали. Попробуем. Вот так вот. Слушай, а малышей придется действительно брать под Леонарда. Я пока другого варианта не вижу. Ну-ка, понеслась. Хорошо. У нас Леонарда здесь самое слабое, да? Звено. Поэтому, думаю, будут они атаковать именно его. Ага, отлично. Давай теперь вот так вот с вами сделаем атаку Шредера. Все еще пока живые, да? Ну-ка, минус? Минус. Так, и давай вот, наверное, Дони добьем. Отлично. Так, этот Дони будет массу атаку делать, естественно, ребят. Опс. Кстати, у нас... У нас может Карайка сейчас упасть, если мы не ответим. Е. Все. Отлично, ребята. У нас здесь удалось. Я думаю, что Карайку они сейчас могут ударить, и она у нас упадет. И мы с вами проиграем. Ну, проиграем в плане бонуса. Что такое? Что это тут у меня за фокусы вытворяются? И Самурай Три Звезды нас приветствует. Так, поехали. Берем с вами кого? Самого-самого жирного. Слушай, они тут все почему-то одинаковые какие-то. Ну, давай начнем вот с этого. Я беру, ребят, Леонарда здесь и малышей. Раз, два, три, четыре, пять. О, четыре, да? Слушайте, у нас еще остаются малыши. Там уже придется, наверное, брать все-таки под Рафаэля тогда. У нас нет откатов. Вот в чем проблема-то. Ну-ка, бомбанем. Должны упасть, по идее, все сразу же. Да, замечательно. Эти малыши, как говорится, у нас спасены. А мы с вами продвигаемся. Слушай, может быть, мы доберемся сегодня до Сюгуна. А кто его знает? Смотрите, ребят, как мы быстро и лихо идем с вами. Тридцатая позиция. Но, опять же, вам говорю, быстренько так же и упадем оттуда. Потому что еще все спят, дремлют. Еще никто не начал играть даже. Ну что же, 49-й, да? Ёлки-палки. Ну ладно, беру Рафаэля. Как же мне вот с этими малышами-то быть, а? Я даже не знаю, ребят. Как же мне с ними действительно быть тут? Массовые атаки? Черт. Не знаю даже я как-то. Брать Криса с собой? Или же... Ну давай вот так вот попробую. Не уверен, честно говоря, что здесь у меня все получится. Если сейчас Рафаэль не будет ходить первым всего, то он будет Хананом. Ну? А я так и думал, что он первым ходить не будет. Я вот так и думал, ребят. Я не знаю, почему так получается. Неужели у него инициативы мало? Кого-то сейчас еще бомбанут, да, мне? Ну, вот. Только сейчас он взял, ребят, провокацию на себя. Это ж офигеть. У нас уже одного подбили. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, будешь отвечать? Давай, Крису ответили. Так. Этому тоже ответили. Мы бомбанем. Смешно так ударили, ребят. Даже ничего не сделали. Так, ну хотя бы ты-то, Макман, сможешь пробить? Пробили. Ладно. Так, хорошо. Кого бы нам здесь убрать? Я думаю, что нам нужно вот так вот сделать. Отлично. Ответку. Давай ответку, пожалуйста. Ну, Раф, не стой просто как истукан. Давай бомби. Так. Получится что-нибудь? Нифига. Все мимо, ребят. Ну, так. Он решил захиляться. Ладно. Это нам на руку. Потому что мы его, ребят, сейчас накажем. Все. Но, тем не менее, одного бойца мы потеряли. Я не знаю, почему он не может сразу же делать. У него, по идее, должна быть, как сказать, перспектива. Он же все-таки высокоуровневый герой. Он должен ходить первым. Но он нет. Дает слабину. И из-за этого мы теряем бойца. Так. Ну что же. У нас, наверное, с вами наклевывается последний бой. Да? На сегодня, я так думаю. И будем брать с вами Криса, Рокзара и вот этих вот как-то малышей нужно нам с вами добрать. Так. И возьму-ка я, пожалуй. Ну, а что делать? Придется брать вот так. Блин. Получается, что у нас вот эти вот герои вообще как-то не в удел. Слушайте, как-то странно мы сегодня с вами сыграли. Обычно у меня все разыграются. А тут. Тут очень странно, ребят. Получается. Зачем мне тогда, извините, нужен здесь Хан и вот этот, если я могу взять вот этих персонажей? Да. Хреновенько мы с вами сыграли. Ну да ладно. Ничего не поделаешь. Начнем, пожалуй, с провокации. Не будем никого атаковать. А вот теперь начнем. И я хочу начать, наверное... Давай начнем... Да. С Рафаэля. Поехали. Минус. Надо было вообще-то Шреддер сносить. Вот что я сейчас только что подумал. Ладно, делаем массовую атаку. Снизили, да, атаку своим врагам. И будем теперь бомбить. Так, Роквелл. Ну что ты, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, а? Я не знаю. Ну давай попробуем его. Вот так вот. Нифига хорошего у нас здесь не получилось. Массовая атака от Донателла. Слушайте, у нас больше, ребята, провокации с вами нет. И это плохо. Надо убирать отсюда Шреддера. Черт, не получилось. Опс, Рокзар, ты молодец. Ты красавчик. Среагировал. Так, бомбочка летит. Слушай, кого-то, наверное, сейчас у нас тут уронят, мне кажется. Или мы сможем и успеем захиляться. Так, хорошо, давай еще хильнемся. Так уж и быть. Все, полностью всем восстановили здоровье. Когти смерти. Минус. И добиваем Донателла. Нет, конечно, не получилось добить что-то. Защиту дополнительно поставил себе. А мы его будем потихонечку уже расстреливать. Так. Не прокатывает. Не прокатывает. А теперь, да, прокатило. Ну что же, все, ребята. Мы с вами прошли, как говорится, аренушку. Вы заметьте, да? Где я сейчас? Посмотрим. У нас Сегун. 52 место, ребята. В Сегуне. Одна звезда. И я вот сейчас ухожу на работу. После работы, ребята, я обязательно зайду. И мы начнем видосик. Заодно и посмотрим, на какое место, ребята, меня сбросят. А мы еще хотели с вами посмотреть, что у нас будет за испытание. Так. Борцы с преступностью. Ну, в принципе, это неплохо. Так. Персонажики нам нужны тут, да? Да, отлично. И глянем, что у нас здесь. Ярость Рафа. То есть, здесь будут одни Рафаэльчики. В принципе, я считаю, что это тоже неплохо. Рафаэли нам нужны. Тем более, много кто. Будем играть. Будем копить. Будем зарабатывать. Также у нас потом будут испытания. Черепащья буря. Ёлки-палки. Это жесть для меня, ребят. Но я попробую хотя бы, наверное, одно испытание из них потом пройти. Так. Что у нас? 11 тысяч сюриков. Давай посмотрим, что мы можем приобрести. Мы можем взять Гекка. И можем взять Джастина. Хорошо. Так и поступим. По монеткам у нас что, ребята? 36 этого мало. И здесь 280. Печатей. То есть, пока не вариант здесь что-то, ребята, делать. Но, в принципе, и все, да? Так. Секунду. Я сейчас посмотрю здесь. Кстати, у нас немножко мутагена же есть. Есть. Так. А что у нас у Бакстера? Это еще можно выучить. Ага. Волна судьбы. Конечно, будем прокачивать, ребят. Хм. Пятая ступень. Круто, я вам скажу. Так. Секунду. У кого-то же еще, я помню, что-то было, да? Оу. Ты посмотри только на Усаги, ребят. Усаги. У него... Так. Давай-ка мы с вами Милоси Бисямона выучим. Пятая ступень. Обалдеть. И Меч Сакая. Четвертая ступень. Ну, я считаю, что это круто. Так. И, по-моему, мы можем с вами немножечко подкачать нашего доктора Рокула. Навыки. Погнали. Двадцатый уровень получает у нас. И, смотрите, ребят, мы еще здесь сможем даже маленечко его прапать. Круто. Так. Вторая ступень. Ну, и остатки мы с вами сливаем вот сюда. Так. Ну, что же я могу сказать. Отлично у нас просто. В общем, будем с вами сейчас прокачивать потихонечку полигончику Усаги. Да. Я имею в виду по максимальному уровню. Какой он у нас там получит. Пятидесятый или какой. Ну, и потихонечку будем с вами доктора Рокула поднимать по уровню. Да. Ну, все. На этом всем пока. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную игру. Так что удачки вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok